О том, что здесь когда-то полным ходом шло производство известного далеко за пределами области брянского мороженого, напоминает только это пустое, соблетевшей штукатуркой здание. Брянского хладокомбината уже давно нет, но нынешнее руководство города и области приняло решение восстановить утраченные традиции производства брянского мороженого. Двухцветное эскимо, рожок с начинкой, мороженое-стаканчик. Изысканный вкус продукции новой фабрики мороженого уже совсем скоро смогут оценить не только жители нашего региона. Губернатор Брянской области Николай Денин, посмотрев строящийся объект, остался доволен объемом выполненных строительно-монтажных работ. Но при этом еще раз подчеркнул, что оборудование не должно закупаться до тех пор, пока стройка полностью не завершится. Ни одной копейки, никаких оборудований, пока полностью под ключ не будет строймонтаж. Надо что-то закупить, давайте закупать, чтобы они не стояли. Надо привлекать еще какие-то организации, завозить, это ж надо все завести, надо заасфальтировать, так? Подъездные оборудования. На строительство фабрики в прошлом году из областного бюджета выделено 45 миллионов рублей. На эти средства удалось провести строительно-монтажные работы производственного корпуса, вспомогательных помещений и технологического оборудования. Так будет выглядеть здание фабрики мороженого по окончании всех строительных работ. Немаловажно и то, что преобразится и прилегающая территория, которая сейчас находится далеко не в лучшем виде. Надо сейчас все направить для того, чтобы строители и технари, и коммунальщики все делали. А по полуходию посмотрим тогда, чтобы ни копейки нигде не задерживались. Строительство фабрики не только возродит традиции изготовления знаменитого брянского мороженого, но и позволит обеспечить работой около 200 брянцев. Но чтобы все эти планы воплотить в реальность, в завершении встречи губернатор обратил внимание на то, чтобы уже сейчас разработать сеть потребителей. Ведь учитывая далеко не малые объемы производства, об этом необходимо позаботиться уже сегодня. Екатерина Зойдина, Александр Друсинов, События Брянск.